Как мы уже сообщали ранее, по инициативе президента была разработана новая программа по привлечению молодежи к реализации сельхозпроектов. В разных регионах Узбекистана осваиваются все новые земли с этой целью. Видеообзор Мурада Садыкова из Джизакской области. Создание новых рабочих мест для незанятой молодежи – вопрос, который находится на личном контроле у главы государства. Именно с этой целью в регионах Узбекистана была инициирована новая программа по привлечению нетрудоустроенных молодых людей к перспективным сельхозпроектам. В этом смысле ставка на аграрный сектор была сделана не случайно, с учетом всех предпосылок. В наличии есть бесхозные плодородные земли, отличный климат от Каркалпахстана до Ташкента, а со всем остальным государство поможет. Итак, в объективе наших камер – Заминский район Джизакской области. По поручению руководителя страны Хакимятом области было выделено несколько сот гектаров земель, которые десятилетиями были покрыты бурьяном. Теперь плодородную почву наконец-то будут использовать по прямому назначению, и займется этим молодежь Заминского района. Реализовать свои планы в аграрной сфере изъявили желание свыше одной тысячи молодых людей, которые до этого либо ходили без работы, либо перебивались случайными заработками. Но теперь перед ребятами открылись колоссальные возможности на своей родной земле заниматься любимым, а главное – прибыльным делом. Вы посмотрите, с каким энтузиазмом к работе приступила молодежь. А ведь такой вид предпринимательства – очень прибыльное дело. Через 2-3 года здесь будут цветущие сады. Так, из числа незанятой молодежи сформированы отряды, каждому из которых выделено по несколько гектаров земли. Ранее была проведена очистка почвы от сорняков, ну а сегодня состоялась посадка плодовых деревьев. В разных частях замина начинающие агрономы высаживают деревца – джиды, вишни, яблонь, абрикосы и груши. Процесс, как видите, идет активными темпами. Ребята орудуют инвентарем умело и быстро. Ведь умелыми дехканями были их еще деды и прадеды. А это уже Зафарабадский район. Здесь также сотни ранее нетрудоустроенных ребят задействованы в перспективных сельскохозяйственных проектах. Почва на этой территории хорошо пригодна для вращивания плодовых деревьев. А потому ребята положили начало созданию целых садов из плодовых деревьев. Биография Алишера Кадырова очень показательна. Он, как и многие его сверстники, последние несколько лет в поисках заработка ездил в Россию, где работал в сфере сельского хозяйства. Но это уже все в прошлом, признается молодой Зафарабадец. Пришло время работать на родной земле, где теперь для молодых агрономов создаются самые благоприятные условия и открыты все двери. Раньше я работал в России. Через знакомых услышал, что в Узбекистане нетрудоустроенным молодым людям выделяют землю для ведения сельского хозяйства. При этом созданы комфортные условия. Потому, не раздумывая, вернулся на родину. На выделенной мне земле намерен создать сад, а выращенную продукцию буду продавать на рынке. А тем временем ветераны труда вдохновляют молодежь, подчеркивая, что сегодня молодые люди обладают безграничными возможностями. Вот так метр за метром осваиваются земли и в Шараф-Рашидовском районе Джизака. Например, в местечке Равод выделено свыше 160 гектаров бесхозных земель для создания сельхозугодий. Сейчас, как видите, почву бороздят трактора. Следующий этап – это уже посадка плодовых деревьев. Каждые пять земли используются рационально. Между рядами будут возделываться картофель, помидоры, огурцы и другие агрокультуры. Идем дальше. Это уже Голиаральский район. Как видно, здесь также развернулась масштабная работа по созданию сельхозугодий с участием молодых людей. Сотни ребят, полные оптимизма, вооружившись лопатами, начали посадку саженцев. Работа кипит буквально на каждом квадратном метре. Разумеется, возделываемые поля требуют воды. Она здесь также будет. В разных частях области начался процесс бурения артезианских скважин. В этом деле государство тоже помогает молодым агрономам. Вот такими активными темпами в Джерзакской области сегодня решается многолетняя проблема, за которую стоят сотни тысяч молодых судеб. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова